всем привет оглядываясь сейчас на то время когда заказывал этот нож я даже не мог предположить что он окажется таким крутым уже давно никакой нож из категории и dc так меня не удивлял это слова она же benchmade torrent когда я взял его в руки в первый раз он мне не показался чем-то особенным но после того как я его смазал положил в карман стал везде с собой таскать и делать тесты с каждым днем я все больше понимал что это именно то что нужно для каждодневного ношения тот удобный резучий нож который наконец-то сможет составить достойную конкуренцию моей любимой пара 2 длина торрента в открытом состоянии 20 сантиметров и 9 миллиметров вес 107 грамм нож имеет очень органичный дизайн который с одной стороны довольно спокойный с другой стороны имеет в себе определенные агрессивные нотки которые добавляют ему особой привлекательности накладки рукояти выполнены из материала g10 очень качественно обработаны все фасочки сняты все острые углы скруглены и что интересно несмотря на то что накладки не имеют абсолютно никаких насечек они гладкие но в силу своей особенности g10 и даже в таком виде сохранил определенную цепкость и если говорить опираясь на мои личные ощущения то какую-то определенную такую ворсистость на микро уровне и поэтому нож очень уверенно сидит в руке и абсолютно не скользит даже при определенном наличии влаги то есть при тяжелых работах когда рука немножко вспотевает нож абсолютно не скользит в руке естественно если облить руку водой или маслом то она будет скользить но при обычной работе лично я не столкнулся ни с какими проблемами конструкция рукояти практически открытая здесь ближе к концу присутствует небольшой металлический спейсер довольно мощный сверху на нем сделаны такие на первый взгляд агрессивные насечки но дело в том что все эти грани они скруглены и даже несмотря на то что они выступают над лайнерами даже при самых тяжелых работах они не то что не нами на это они даже не ощущаются рукой давайте покажу вам это вблизи и дальше спейсер очень так плавно переходит такое довольно агрессивное навершие в котором просверлено дырка для темляка дырка не самым большим диаметром то есть паракорд сюда пролезет но придется приложить немножко усилий вот этот вот выступ тоже может быть использован для некоторых задач те о которых я могу подумать первое это естественно сейчас на многие складные ножи все чаще я вижу что фирма производитель ставят стеклобой где наш фокус наконец фермы ставить стеклобой и поэтому я думаю что вот этим вот выступом будет элементарно выбить какое-нибудь стекло скажем в автомобиле и второе это конечно же использование сложного ножа как импровизированная вары то есть если нужно проучить какого-нибудь козла вполне можно заехать ему в нос и этого будет достаточно этот нож имеет систему полуавтоматического открывания которое называется не трус так бенч мидовская запатентованная система и работает она просто прекрасно мне очень нравится насколько плавно все это происходит то есть пружина столько ну я конечно не могу сказать что она незаметно подхватывать клинок да ну настолько это плавно получается нету какого-то резкого перепада что тяжело тяжело сорвать например клинок с места абсолютно ничего подобного то есть малейшее нажатие на шпенек клиночек тут же вылетает причем вылетать немедленно но и не очень сильно то есть палец никогда не попадет скажем на режущую кромку палец просто не сможет догнать клинок конструкция это вот система полуавтоматического открывания она довольно интересная как можно увидеть то есть если сразу заглянуть в лайнеры мы увидим что они абсолютно не высверлены но во-первых как вы уже слышали вес ножа абсолютно небольшой 107 грамм и во вторых вот эти вот пружины которые выталкивают клинок я постараюсь сейчас вам это показать вот видите две пружины с такой металлической перемычкой черный это вот перемычка упирается в клинок эти две пружины они являются частью лайнеров то есть они прям выпилены внутри лайнера и поэтому естественно еще что-то здесь высверливать было бы абсолютно неуместно единственный минус вот этой вот конструкции это то здесь можно заметить вот в открытом положении что здесь присутствует такая область которой мы не видим лайнеров то есть только накладки и проблема здесь не в том что скажем а здесь какая-то ослабленная конструкция или еще что-то в этом роде с фокусом проблема в том что при тяжелых работах то есть вы видите это место попадает вот сюда вот в эту перемычку между большими указальным пальцем и основное усилие при скажем строгание того же дерева как раз приходится на эту область и происходит то что площадь рукояти она меньше и поэтому при хорошем усилии конечно же накладки даже несмотря на то что они довольно толстые они будут впиваться в руку это будет ощущаться но это только при тяжелых работах но все равно то есть определенный минус такой вот конструкции бороться с этим можно не несколькими способами но первый это конечно же одеть перчатку а второй это ну то есть держать свой нож всегда острым если он будет тупым естественно придется сильнее давить и сильнее на нем руку если нож будет острым то этот клинок он очень резучка мы видели на тестах поэтому в принципе возможно вы не столкнетесь с такими моментами что придется прилагать какое-то очень серьезное усилие замочек здесь лайнер лог заходит на самое начало пяты клинка ну что ты прекрасно работает держит все как надо отдельного внимания заслуживает клипса клипса здесь несмотря на то что на некоторых бенчмендах мне совершенно не нравится клипса я просто ненавижу на этом ноже она сделана очень грамотно глубокая посадка нож абсолютно не выглядывает из кармана клипса не тугая и не мягкая то есть держит просто супер минус в том что клипса абсолютно никуда не переставляется только ношение острием вниз для правши и вообще этот нож он по большому счету рассчитаны только на правшу тут такой интересный момент что вот шпенек он односторонний и с обратной стороны есть место по торкс чтобы его выкрутить но как бы непонятно зачем его выкручивать потому что слева в самих накладках и в лайнерах нету этой выемки которая бы позволила переставить шпенек как-то странно это все сделано мне все-таки такая вот универсальность как на пара 2 нравится больше как-то я больше уважаю то есть даже если я правшаю все равно может случиться ситуация когда мне потребуется у меня будет скажем поранено не дай бог рука мне потребуется открыть его левой я всегда смогу это сделать на торренте такого нет теперь давайте перейдем к клиночку клиночек у нас длиной 92 миллиметра и длина эффективной режущей кромки 85 миллиметров толщина в обухе два с половиной миллиметра то есть вы видите что клиночек относительно тонкий принципе стандарт в этой категории это примерно 3 миллиметра здесь у нас два с половиной но также можно заметить что клиночек относительно узкий и поэтому спуске у нас тоже невысокий и вот то что в обух тонкий это компенсирует нам этот вот угол схождения спуском то есть чем тоньше клинок тем тем спуске сходятся под более маленьким углом и поэтому резучесть этого ножа осталось на очень высоком уровне но вы видели на на тесте на картоне просто феноменально режет этот нож к тому же здесь очень грамотное сведение примерно в среднем в 0 4 миллиметра смотря где замерять ну там прыгать на какую-то соточку но в принципе 0 4 миллиметра сведения этого ножа стали клинки 154 7 причем термообработка очень сильно порадовала в отличие от того же грипптилена который имеет ту же сталь от того же производителя но почему-то как-то на картоне он разочаровал этот нож заслуживает отдельной похвалы именно на свою сталь на обухе присутствует фальшлезвие практически на всю длину клинка и ну то есть визуально это создает конечно такой агрессивный вид но на практике мне это не совсем понравилось потому что при тяжелых работах иногда просто приходится ставить большой палец вот сюда подальше чтобы приложить большое усилие на клинок так как обух в этом месте то есть фальшлезвие она не заточена довольно много там еще до того чтобы заточить то есть но все равно ширина здесь толщина на 1.3 миллиметра примерно и поэтому естественно когда ставишь сюда палец начинаешь давить ну моментально на минает и упереться большим пальцем здесь по большому счету как бы некуда немножко это не понравилось вот сделали буквально бы добавили еще ну и за полтора сантиметра здесь вот стали толстую обух чтобы можно было ставить большой палец так вот именно на практике это фальшлезвие не очень хорошо себя показывает спуски здесь прямые как вы видите примерно от середины клинка ребро жесткости идет до самого кончика поэтому кончик довольно тонкий но вот это ребро жесткости она доходит до самого конца и поэтому гарантирует определенную прочность дизайнера этой модели зовут кен стайгер уолт если вы зайдете на его веб-сайт официально вы увидите что занимается созданием таких очень классических очень изящных ножей и мне кажется в этом ноже он воплотил очень многие свои интересные идеи и нож получился очень очень удачный то есть реально реально конкурент пара 2 если у меня будет время я сделаю сравнительный обзор обоих этих ножей то есть визуально естественно так как теста будет мы уже видели ножи отработали на отлично но вот в некоторых моментах хотелось бы их сравнить что говорится лицом к лицу цена торрента этот нож обошелся мне в 127 долларов плюс пересылка то есть в среднем то есть в общем это получилось около 150 долларов не дешевый нож но но стильный собака такой красивый такой в руке приятный но не отнять у этого ножа есть некоторые такие достоинства которыми они не могут похвастаться его конкуренты и в этом конечно же его плюс все если вам нравится такой нож если вам понравился торрент ну просто я я только за я горячо рекомендую именно эту модель то есть очень мало ножей которые я могу так рекомендовать до этого момента в принципе это было только парамилитари 2 то теперь я абсолютно без сомнений могу сказать торрент супер нож все спасибо за просмотр пока бай бай